Сегодня, когда большинство границ закрыты, актуальным становится вопрос развития внутреннего туризма. Чтобы узнать, какая помощь нужна в первую очередь, Сергей Миронов провел онлайн-встречу с представителями данной отрасли. Прошедший сезон летний, но еще и осенний, показал, что не очень-то мы готовы к наплыву туристов. В этой связи и как законодатель, и как президент Федерации спортивного туризма, я хотел бы послушать вас и услышать от вас, что позитивного, что негативного, что нужно исправить, что работает, что не работает, какие у нас есть проблемы. Собеседники рассказали о разных видах уникального досуга, который при поддержке со стороны власти поможет привлечь туристов. Кроме того, обсудили и то, что мешает развитию турбизнеса. Это страховые взносы, законопроект об аттестации специалистов в области туризма, краткосрочность договоров с администрациями природных парков. Проблема персонала для внутреннего туризма, она настолько критична, мы не можем рассчитывать на миграцию трудовых ресурсов в туризме, если Крым закрылся, то мы поехали, допустим, на север России. Это настолько неправильно по отношению к тем людям, которые работают в туризме. В ходе обсуждения были озвучены предложения отдать пустующие земли сельхозназначения под организацию внутреннего туризма, а также обеспечить правовые условия для тех, кто занимается краткосрочной сдачей жилья. Справедливая Россия всегда делала и будет делать все возможное для поддержки внутреннего туризма.